Всех вас хочется поздравить сегодня с первым воскресным днём Великого Поста. День очень важный, день значимый. И даже древнее повествование, которое мы услышим, каждый год слышим, и в этом году, я надеюсь, доживем на пятой неделе Великого Поста, когда будем вспоминать житие святой преподобной Марии Египетской, нам рассказывается о том, как жили монахи-подвижники в пустыне Иорданской, в монастыре святого преподобного Герасима. Что когда начинался Великий Пост, братья-подвижники этого монастыря, они первую неделю проводили в обители, нигде-нибудь, проводили вместе, совместные молитвы. Тогда ещё вот такого благослужения, как оно у нас сложилось, его ещё тогда не сложилось, и, наверное, и канон Андрея Критского тогда не читали. Но возносили, трудились, постились, молились, прославляли Бога и каялись с Ребриками всю неделю, строго соблюдая Пост. И в воскресный день сегодняшний собирались все братья в соборном храме, все вместе молились за Божественную Литургию, как мы сейчас. А потом при пении псалма открывались двери храма, двери обители, которые были закрыты, открывались, и все братья уходили из монастыря, уходили в пустыню. Брали с собой кто-то совсем чуть-чуть, там, какие-то зёрна, кто-то брал немного хлеба, и уходили, чтобы в тайне своего сердца трудиться и совершать подвиг. Вот сегодня тоже дверь откроется, мы пройдём из храма. Не забудьте, что мы идём теперь не разговляться, не расслабляться, но раз первая неделя прошла, а у нас впереди подвиг, который мы вместе должны совершить. И сегодня особо вспоминается, уже сказал проповедник о торжестве православия, о восстановлении иконопочитания. Я напомню не о том, как оно было установлено, а о том, как иконопочитание было сначала подвергнуто сомнению. Вот ещё с земной жизни нашего Спасителя мы знаем, что иконы, образ Божий уже почитался. Наверное, читали вы о нерукотворенном образе Спасителя, когда Спас Господь наш омыл своё лицо водой, отёр полотенцем, передавал полотенце некому болящему царю Авгарию, который сильно страдал. А на полотенце отразился лик Спасителя. И царь Авгарию исцелился от этого образа и бережно его сохранил, повесив над вратами своего города. Апостол Святой Лука написал иконы Матери Божьей со Спасителем. Они бережно сохраняются, и один из этих образов, который сейчас именуется Владимирская икона, она сохранилась и находится в пределах нашей, нашей богоспасаемой страны. Почитали люди иконы, писали. Господь через них действовал, Господь через них давал людям укреплял их в страданиях, давал веру. А потом появились такие теоретики, которые стали рассуждать с одной стороны правил. Они говорили, Бог, Он великий, Бог, Он непостижимый, Бог, Он настолько выше нашего человеческого, человеческой жизни, нашего человеческого познания, как мы можем Его изображать. Но то, что Бог велик, с этим нельзя не согласиться. Вот, наверное, вы знаете, что сейчас много фотографий. Иной раз зайдешь в какую-нибудь галерею или откроешь какой-нибудь альбом, например, фотографии Земли из космоса. Смотришь и поражаешься, как красиво. Какая красота. А чуть ниже опустишься на Землю, а там горы, а там водопады, а цветы, а какие-то пчелки. Вот знаете, перестать не перелистать, Бог такой, насколько велик, что Он написал наш мир, Его замыслил и создал вот таким прекрасным, красивым. Если творение настолько невыразимо, несказанно, а красиво, что художники устают, его описывая, то каков же сам Бог, каков наш Бог. И сердце этому радуется. Но вот эти теоретики стали говорить, что Бог велик. Поэтому его нарисовали, но изобразили, но нельзя к нему подходить, нельзя пытаться к нему приблизиться. Он слишком высок, а мы слишком грешны. Поэтому иконы подняли повыше. Повыше храмов просто так, чтобы было туда подальше, чтобы нельзя было к нему подойти. Но кто мы такие, чтобы приближаться к образу Спасителя, Божией Матери, святых? А потом, следующий этап уже, ну, Он слишком велик, на Него и смотреть нельзя. Изображать это грех. Как Бог невместим и никакими словами не описывает, и как Он может быть написан на доске, на камне. И поэтому стали иконы наносить из храма, убирать. А последствия и всякого, кто пытался написать икону или хранить у себя таковую, стали преследовать, убивать. Об этом очень ясно повествует житие многих святых, которые пострадали во времена иконопорчества. Это продвилось и дальше. Сталин говорит, что люди, которые пытаются к Богу, не только Бога изобразить, но люди, которые пытаются Бога как-то в свое сердце вмещать, монахи, монахи, это недопустимо. Ну, как так? Бог не видит. А монахи говорят, что они с Ним общаются, монахи говорят, что они свое сердце соделывают храмом Божьим и иконой. И поэтому были воздвинуты к они не на монахов, на святых были гонения. Стали говорить о том, что почитание мощей святых угодников, это тоже недопустимо. Как вы считаете, что Бог невместимый пребывает вот в этом человеке, в теле уже умершего человека? Как вы можете это предупустить? И разоряли святые обители, и разоряли святые мужчины, и большевики поступали иконопорцами. О том, что при царице Феодоре это было развенчано, остановлено, мы сегодня вспоминаем. Но стоит помыслить, и уже сегодня отец проповедник об этом сказал, о том, что на нашем сердце. Вот прекрасный труд иконописца, искусного. Посмотрите, как храм расписан. Сцена священного писания. Образы, которые передают гораздо больше порой, чем может передать какой-то текст написан. Вот это обображает икон. Она очень многосложна, и через нее действует Господь Бог. Но вот если Бога можно изобразить на доске, если Бога можно изобразить на камне, можно изобразить на холсте, то вот святые говорят о том, что Бога можно изобразить еще на одном существе. Бога можно изобразить на своем сердце, на своей душе. Вот сердце человека, оно может быть как доска. Ну вот доска, знаете, вот в магазине продают доски. А иконописец берет такую доску, он ее обрабатывает, он ее подготавливает, готовит и пишет на ней. Кропотливо пишет на ней образ Божий. А может не писать. Эта доска может быть просто столешницей, каким-то стулом или какой-то просто никому не нужной отверженной доской. И сердце человека тоже, оно ровно так же может быть каким-то бытовым предметом, табуреткой. Сердце может вещать только то, что вот в мире все, что тленно, бытовое, так очень часто бывает, у сердца способно стать иконой. Но только эту икону написать нельзя. Знаете, вот можно прийти к иконописцу и сказать, слушай, иконописец, напиши мне вот икону вот такую, называемую святого. Он говорит, хорошо, вот так, приходи, через месяц я напишу. А вот кому сказать, чтобы икона на сердце в нашем написании? Чтобы сердце наше стало не просто доской, а тем местом, на котором изображен Господь, Матерь Божия, святые события священного писания. Сердце для этого предназначено. Таким иконописцем может стать только каждый из нас, каждый из нас. Сам человек может либо написать, либо не написать. Либо подготовить эту доску, чтобы она была качественной, не трескалась, не вздувалась на ней краска. И вот первую неделю поставить, это как раз такая подготовка. Подготовка сердца нашего, чтобы оно стало способным воспринять образ Божий. Для этого надо, ну как с тоской работать, сначала счищают с нее все, что не надо. Ошкуривают, зачищают, высверливают сучки и заполняют их другими, не такими агрессивными средами. Аккуратненько покрывают ее левкасом. И вот Великий пост — это замечательное время, когда у нас есть такая возможность. Свои сучки мы знаем. Занозы, которые в сердце мы сами воткнули, своей ленью, своим своеволием, праздностью, своим умынием, всем тем, в чем мы исповедуемся нашему Богу. Подготовить ее Господу. Но ведь если сегодня кому-то из нас дать краски, кисточки, дать идеальную доску, сказать, ну напиши икону, попробуешь, но не получится. Не получится. Это дар Божий. И если говорить о том, что надо написать на сердце икону нашего Бога, на моем сердце, на своей жизни, то это гораздо сложнее. Никто не напишет. И вот в этом удивительное свойство Великого Поста и нашего Бога. Сам Бог, Он художник, Он сотворил этот мир, и Он может сам написать на нашем сердце свою икону, сам отобразиться. Мы своими усилиями, какими-то напряжениями, какими-то очень неиздержанными желаниями. Знаете, мы можем только подготовить, открыть дверь и подготовить сердце, вот как доску. А дальше Господь может начать писать на нашем сердце икону. И вот это, на самом деле, самое большое счастье для человека на земле. Сегодня Евангелие об этом повествует, как некий человек по имени Нафанай. Он был очень добрым, искренним, честным. И с точки зрения гражданского закона, и с точки зрения религиозного человека. Он был евреем, илудеем. Он читал Священное Писание, он ждал Мессии. Искренне, по-честному. Не по-фарисейски. Хотя, может быть, и фарисейство тоже было, как и ему не чуждо. Когда Филипп встретил Христа, когда... Вот это трудно описать. Знаете, бывает, люди встречаются, смотрят в глаза, и вот одного взгляда достаточно, чтобы понимать, что один человек говорит, я верю тому, кого вижу. И Филипп увидел вот этот свет, который на него светил из живого лига Христа. Он поделился этим со своим другом Анафанайлом, сказал, что я нашел того, о ком говорили не эсейные пророки. И привел своего друга Анафанайла к Христа. Вот эта встреча, которая в Евангелии описана, знаете, как она не может не возрадовать сердце человека. Себя можно на место, поставить на место Анафанайла. Вот мы читаем Писание, да, читаем, да, как его... Мы сейчас же читаем книгу «Бытия» и «Сухода». Это книжная Моисея, читаем, читаем. Мы ожидаем Спасителя, да, мы ожидаем. Мы хотим войти в обитаванное царство, да, мы хотим. Мы очень похожи на Анафанайла в этом смысле. Может быть, не похоже, что достигаем той меры чистоты жизни, которой мы молоды. Вот его друг привел его к Христу. И состоялся и короткие дела. Мы все сегодня слышали его. Христос говорит, вот человек, израильтянин, в котором нет лукавства. Анафанайла удивляется. Да что ты мне это говоришь? Откуда ты знаешь меня? Он не знает, кто перед ним стоит. Перед ним стоит тот, кто знает все. Который знает, как он родился, кто его родители, о чем они думали, о чем они мыслили, о чем они ему молились. Перед ним тот, кто знает, о чем ты говорил, куда ты стремился, и о чем ты молился, про течение своей жизни. И Господь сказал ему короткое слово. Я видел тебя подсмаковницу. А подсмаковницу Анафанайл буквально незадолго до этого обращался к Богу, искренне просил Бога о чем-то сокровенном. Наверное, просил Бога, чтобы Господь ему себя открыл, указал путь, сказал времена и сроки. Кто знает, что произносил Анафанайл подсмаковницу, но Христос сказал, я слышал тебя. И Анафанайл понял, что тот, к кому он обращался, перед ним. Этого было достаточно, чтобы на сердце Анафанайла Анафанайла камень, лед растопился, и на его сердце отобразилось, проник этот свет, листок. И стала писаться икона. Икона, которая написалась. Любой святой. Почему он пишет икону святые? Да потому что на их душе была написана икона нашего Бога. Они сами стали иконами, образами нашего Бога. Анафанайл и далее своей жизнью, он и житьем подтвердил, что вот эта встреча изменила его сердце и сделала его вместилище в нашу Бога. Великий пост нам дан для того, чтобы ему тоже над этим потрудились и попросили нашего Бога, как мы в молитве читаем, «Приди и селися в мир и очисти от всяких скверных». И спаси душу нашу. Вот сегодня мы, прочитаем святые иконы, и у каждого дома иконы есть усмотрительные иконы, Матери Божьей, Спасителя, Божьей Матери Святых, смотрите на свое сердце, с которым мы обращаемся к нам. И стоит попросить, как на фонаре подспокониться, что Господи, видишь сердце мое, ты видишь то безобразие, которое в нем пребывает, я и я, Господи. Желаю, чтобы сердце мое стало твоим иконой, чтобы оно стало образом твоим, чтобы это было целью твоей жизни, моим желанием, моим стремлением. Как и когда это получится, я не знаю, тогда, когда ты хочешь, я буду стараться сохранять свое сердце, доску камень в своем сердце, в чистоте. Прошу тебя, Господи, милости в твоем, просвети, как на нафанайла, луч света, и дай мне обвести такую веру, чистоту, праведность и благодать. Сегодня такой день, мы это вспоминаем, об этом размышляем, в этом наше торжество, в этом праздник, в том, что мы не пустые шкафчики, которые всяким хламом наполняются, а мы можем соделать дом своего души, сердце свое, тем местом, на котором Господь напишет свой прекрасный образ, этот живописец, который написал в непростую землю, может себя отобразить в нашем сердце. Господи, помоги нам желать этого, искать этого, трудиться ради этого, и может быть, в последний день нашей жизни, может быть, не сразу, а сейчас, Господь это наше желание исполнит, и мы воскликнем с нафанайла. Ты, поистину, Христос, поистину, Царь Израилев, так обратимся к нашему Богу, не повторяя чудесам, но уже христос, а своей. Помоги нам милостивый Господь этим постом и сегодняшний день торжества нашей веры, торжества православия. Хочется всех поздравить и пригласить сегодня в 17 часов сюда, в храм, где мы будем совершать такой древний чин торжества православия, где будем вспоминать, благодарить нашего Бога за нашу жизнь, за жизнь наших близких, нашей страны. Будем благодарить за то, что Он нам даровал святых, за то, что святые потрудились и передали нам эту ценность, эту веру, в которой мы служили. Будем просить силы и помощи на то, чтобы эту веру мы сохранили, тоже имели возможность передать тем, кто будет жить после нас. В 17 часов приходите, помолимся, и каждый пусть вместит в себя столько, сколько сможем, а Господь может дать сверх наших желаний помоги нам об этом. Мирости Господи. Субтитры создавал DimaTorzok